20 минут о красивой жизни, интересных событиях и приятных людях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Финал проекта только начался, а они уже все до одной царицы. А все потому, что организаторы вели традицию увеличать участниц именно так. У нас появилась очень прекрасная традиция в рамках проекта. Она пришла к нам из города Сочи. Все участницы, которые вошли в проект, официально называются царицами. Обращение в проекте к ним только идет царица. В этом году мы сделали упор на танцевальное направление. В каждом городе были отдельные танцевальные вечеринки, что действительно очень понравилось нашим царицам. Танцев в тот вечер было так много, что хватило и зрителям, которые с удовольствием приняли участие в интерактивном перформансе. С момента первого проекта его география существенно расширилась. В этом году на сцену вышли красавицы из Перми, Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени. Мы сейчас и ведем себя как царица. Дело в том, что царицы это не просто повелевают, у вас должна быть осанка, вы должны красиво говорить, вы должны всегда вести себя как царица и непременно передавать это дальнейшему поколению. У меня появились замечательные друзья, надежные друзья. И столько открылось у нас возможностей дополнительных. Я научилась говорить «нет» некоторым людям. Да, я стала гораздо смелее. Я просто изменилась как личность внутренняя. Я хотела жить ради себя, ради семьи, ради близких. Жить на второй план работы. Я снова достала каблуки, я снова стала девочкой. Я чувствую себя царицей на все 100%. За два месяца подготовки дамы открыли в себе новые таланты и обрели навыки в различных направлениях. От живописи и психологии до верховой езды и ранее упомянутых танцев, что позволило им измениться и внешне, и внутренне. Кто-то назовет это харизмой, кто-то внутренним обаянием. Но это видно, когда человек выходит и он получает радость от самого процесса. Он дарит эту любовь и этот свет залу. И это, безусловно, сразу его резко выделяет из остальных конкурсантов и дает ему шансы на победу. Что я могла бы отличить сразу девушкам, это то, что они стали более грациозными. Они стали более уверенные в себе. Они идут навстречу своей новой жизни, они идут навстречу своим целям. И у них это обязательно получится. И они уже на верном пути. Царица Урала. Кто это? Это истинная леди, это хорошие манеры, это грамотная речь, это способность переживать трудности с высоко поднятой головой. Она помнит и про себя, и про свою семью. Умеет достойно общаться с другими людьми, в частности, с женским кругом общения. Самоуверенная однозначно должна быть. Она должна быть целеустремленной, коммуникабельной. Нужен стержень. У нас на Урале суровый город. Обаяние, доброта. В числе зрителей в основном родные и близкие люди. Особо тепло в этот вечер приветствовали мам, которые и выступали на сцене, и присутствовали в зале. Я и моя семья очень активные и жизнерадостные люди. Любим движение. И участие в проектах приносит активность. В данное время участвует моя мама. И я болею за нее. Несмотря на то, что корона оказалась у каждой из участниц, победительницу проекта жюри выбрала только одну. Когда ты над собой работаешь, это доставляет большое удовольствие. Ты понимаешь, что жизнь на этом не закончилась, и еще как не закончилась. Моя жизнь развернулась практически на 180 градусов. Это здорово. Это круто. Кстати, в следующем году по задумке организаторов будут участвовать представительницы уже 35 городов России. Заявку на участие можно оставить в группе проекта. Ухоженная внешность во многом зависит от ежедневной заботы о лице, теле и качестве волос. В свою очередь, все эти действия неразрывно связаны с качеством косметических средств и некоторыми секретами их применения. Об этом мы будем рассказывать в течение декабря в рубрике под названием «Косметичка». Декоративная косметика безусловно украшает внешность, но помогает она лишь в том случае, когда кожа здоровая и увлажненная. Это, в свою очередь, зависит не только от дорогостоящей косметики, сколько о правильной последовательности ежедневного домашнего ухода. Нас консультирует Лана Стадникова, эксперт компании «Косметичка». Первый этап очищения кожи – это демакияж. Здесь существует два вида любых средств, которые работают в контакте с водой и без контакта. Без контакта с водой работает мицеллярная вода. Женщины выбирают по типу кожи и, самое главное, не забывайте, мицеллярную воду обязательно нужно убирать с лица тоником, желательно тоником. Мицеллярная вода заменяет умывание просто водой с использованием специальных средств по типу кожи. Обычно для жирной кожи предлагаются гели, а для сухой и чувствительной – пенки и муссы. Но есть одна идея – масло для умывания. Масло, как растворяющий компонент, хорошо убирает макияж, но не нарушает липидный барьер вашей кожи, соответственно, не дает коже высохнуть. А дальше вы добавляете буквально капельку воды, и это масло превращается в нежную пенку. Умывайтесь, как всегда, убирайте остатки макияжа и тонизируйте кожу. Сухими руками на сухую кожу и убирает достаточно стойкий макияж за счет того, что в нем основа – это масло, хороший растворяющий компонент. Наносим масло. И масло растворяет весь макияж. Масло растворяет его, видно уже, что оно его уберет, скорее всего. Теперь можно убрать вот так и потом добавить немножечко воды. Когда мы добавляем с вами воду, у вас на коже остается нежная такая пенка, как будто вы умываетесь либо мицеллярной водой, либо муссом или гелем для умывания. И остатки убираете. После любого умывания необходимо использовать тоник, даже если производитель пишет, что мицеллярную воду не нужно смывать. Тоник является хорошим проводником крема в глубокие слои кожи. Соответственно, именно тоник заставляет работать ваш крем. Он доставляет все полезные компоненты в вашу кожу лица. Если вы неправильно очищаете свою кожу, не соблюдаете как минимум два этапа очищения, соответственно, ваш крем работать не будет. И дело не в том, что крем плохой, он скатывается или не увлажняет, сушит кожу. Дело в том, что вы неправильно подготовили кожу для работы кремом. Перед кремом косметологи рекомендуют такой продукт, как сыворотка. Это концентрат компонентов, который усиливает действие крема. Сыворотку мы наносим под крем. Можно в качестве основного средства, а можно в качестве дополнительного увлажнения и питания кожи, когда наносите ее под крем. Ампулу вскрыли, несколько капель на пальчик и на лицо. Точечно нанесли, сыворотка впиталась и пошел крем. Все эти средства вы можете найти и эффективно подобрать, что немаловажно, в любом магазине косметики рядом с домом. Любое чудодейственное средство не обязательно должно стоить, как ваши платья и туфли вместе взятые. Косметичка. Косметика, парфюмерия, бытовая химия. С любовью к себе, с заботой о доме. Сеть магазинов у дома «Косметичка». Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», 2 этаж. Открытие в Челябинске выставки Рене Магрид. Вероломство образов, безусловно, оживило ленты социальных сетей. Свои подробные впечатления изложила в сюжете и команда «Бьюти Тайм». Рене Магрид в Челябинске. Само по себе звучит непривычно, немного странно и в то же время интригующе. Усиливает это ощущение фэшн-перформанс молодых дизайнеров, которые предложили гостям в день открытия выставки знаменитого бельгийского художника. Многие люди относятся к мусульманам как-то с презрением. Я хотела показать, что они тоже могут быть модными, что не нужно этого стесняться. Но если ты родился, ты эту религию принял, то ты имеешь полное право быть таким же стилем, модным. Я вдохновлялась птицей. Это был Аист Марабу. Точнее, это рассказ Романа Ирвана Куэлша «Кошмара Аист Марабу». Эта птица, она, с одной стороны, олицетворяет легкость, с другой стороны, это строгость. Я пыталась это поплатить в коллекции, в крое. Также использовала немножко милитарий стиль. Это было видно в кольчуге, в цвете хаки, который к военной теме относится. И также я взяла крой рукавов кавказских народов. Это была просто моя фантазия, моя интерпретация. Мода и искусство вдохновляют друг друга по меньшей мере с начала прошлого века. Эти коллекции с картинами Магрита объединяют реализм. У художника, например, он логический. Если вы посмотрите на работы, которые здесь представлены, в отличие от сюрреалистов, его работы не растекаются, они форму не лишаются. Мы видим обыкновенные привычные предметы. Но их сочетание порой просто абсурдно, алогично. И Магрит, соединяя несоединимое в своих работах, и давая иногда названия, до которых догадаться очень сложно, он пытается человека заставить стать философом. Несоответствие полнейшее. То есть девушка с цветами, такая вся нежная, называется какая-то война, неоконченная война. Или наоборот каменные люди, что-то о фиалках. Да, здесь несоответствие, то есть нужно задуматься. Необычные очень, конечно, необычные картины. И приходит в голову, что же у него было в этот момент, да, в голове, что его именно на такие картины сподвигло. Ну, а потом присматриваешься. Очень мне игра нравится. Свет от света, теней. Для меня все-таки классика ближе. С такими работами мы редко сталкиваемся, но я считаю, что такое искусство тоже нужно. Самой цитируемой работой Магриты является картина «Влюбленные». На этой выставке она представлена в оригинале, а вот сына человеческого зрители увидели в трех вариантах, как часть экспозиции, в качестве афиши и формате перформанса. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Какой бы ни была одежда, модный или с прошлого года, брендовый, дорогой или простой, демократичный, испортить или вытянуть впечатление внешнего вида можно с помощью прически. Именно поэтому так важно следить за тенденциями парикмахерской моды. Сегодня несколько стильных укладок представляет мастер салона Гуфа Алексей Верховых. В сезоне осень-зима 2018 особенно стоит выделить мокрый эффект, зачесанные волосы назад, плотные пучки и объемы, заимствованные из 50-х, 80-х и нулевых. Объем создается с помощью вообще правильно подобранного шампуня и правильно сушить волосы. Так как мы сушим в салоне против роста, это нам как бы удобнее. В домашних условиях можно девушкам, девочкам сушить просто вниз головой. Это так быстро, максимально можно посушить. И объем в этом случае получается такой лайтовый. Один из способов добиться желательного объема – плойка Гафре. Гафре используется как бы не по всей голове, а в том месте, где нужен объем. Как правило, это вот зона закругления, ну может где-то макушечка. И использовать не просто смыкая, а смыкая у корня больше акцент. И потом мы плавно двигаемся к концам, мы эти движения смыкания сделаем, как бы уменьшаем количество выдержки этого приборного волоса. Особенно популярен в этом сезоне эффект мокрых волос. Подойдет любой длине волос и тем, у кого нет челки. Эффект мокрых волос достигается разными способами. Это могут быть какие-то гели, которые будут такой более сильной фиксацией, там прикорневые зоны, вот эта вот краевая линия. Также какие-то, может быть, спреи жидкие, солевые спреи тоже можно. Можно вообще не бояться экспериментов. Можно, допустим, солевой спрей использовать вместе с гелем. Гели, пенки, муссы используются на влажные волосы. Популярные несколько сезонов подряд пучки все больше напоминают узелки, а сделать их легко с помощью всего двух шпелек и резинки. Я использую как классика жанра. Это резинка с двумя шпильками держится конкретно, легко использовать даже моим клиентам. Рассказываешь, показываешь, и они как-то справляются. Две резинки обернуть, эту резинку спрятать. Этим же можно уже и узлом, либо прядью волос. В арсенале профессиональных парикмахеров обычно десятки продуктов для стайлинга. В домашних условиях такого количества не требуется. Необходимо всего два-три средства, в зависимости от типа волос и укладки, которую вы собираетесь носить. Заблуждение, что лак на все случаи жизни. Это как бы неправильно, потому что лак можно перегрузить, и лак, он финишный элемент. Поэтому необходимо использовать муссы, либо пенки. Но муссы используются для тонких волос, а пенка она более для толстых, плотных, чтобы не перегрузить. Двикорнивая часть и хорошо распределяется по всей массе волос. Соответствовать тенденциям парикмахерской моды не так уж и сложно. Все прически легко воспроизвести самостоятельно, и делать это хоть каждый день. Это Бьюти Тайм, далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Удобный и незаменимый трикотаж придает образу мягкость и демократичность. Если стоит задача выглядеть более изысканно, стилисты рекомендуют выбирать платье. Темно-синее однотонное платье может показаться малоинтересным, но благодаря своей универсальности оно всегда выручит в ситуации, когда не знаешь, что надеть. Подобные базовые вещи уместны и всегда элегантны. Но принтованные и комбинированные модели это всегда платье с характером. Женственность или экстравагантность, инфантильность или смелость, дизайнерских идей столько, сколько существует настроение. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда на Сони Кривой 30. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска на Кирово 159. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «Ноу Коммент» в завершении выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Все сюжеты «Бьюти Тайм» смотрите на нашем YouTube-канале, на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу «Бьюти Тайм» нижнее подчеркивание «ТВ». А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда «Бьюти Тайм ТВ» благодарит партнеров проекта «Модный дом. Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию «Елены Ивановой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Бьюти Тайм Бьюти Тайм» Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...